Девушки отдыхают Почему высокоразвитые народы древности, такие как египтяне и ассирийцы, сделали животных воплощением своих божеств? Почему в наши дни люди держат дома любимых животных, даже в тех счастливых семьях, где нет причин для эмоционального голода? И чем объяснить, что трагедии, постигающие наших любимцев, так больно ранят нас самих? Неужели нужны еще доказательства, чтобы убедить нас в том, что мы нуждаемся в животных гораздо больше, чем они в нас? И что они могут дать нам что-то такое, чего мы сами не умеем добиться? Художница-анималистка Джой Адамсон Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много раз было, что я видела страдания животных, но что-то меня так, конечно, задевало, трудно было пройти мимо, но я так покормлю животное, покормлю, напою его и ухожу. И чувствую, что я что-то не доделала, я должна была, может быть, его взять с собой, спасти, но не задумывалась глубоко об этом. Потом много лет я помогала людям, которые содержат много животных, то есть я была сама спонсором. В 99-м году возле дома, где жили мои дети, отловили очень много животных. Этих животных люди кормили много лет, они жили такой собачьей семьей. Они были совершенно ручные. Но мы уже слышали о живодерне. Сели в машину, взяли деньги, достаточно, чтобы выкупить этих животных, и поехали в Бородянку. Когда мы туда приехали, попасть туда было невозможно. Этот объект охранялся как военный объект, как Байконур, наверное, так не охраняется. Высокий забор, охранники с рациями, может быть, и вооруженный. Нас никто не хотел пропускать. Ну, как всегда, в нашей стране за взятку мы прошли. Своих собак мы там не нашли, конечно. Но то, что я там увидела, оно перевернуло всю мою душу, оно толкнуло меня к тому, чтобы оставшиеся годы жизни, время, здоровье, средства, силы посвятить борьбе с жестокостью человеческой. Потому что нормальный человек не может остаться равнодушным к таким страшным вещам, которые я там увидела. Как они кричали? Они, когда видели нас, они кричали человеческими голосами. Знаете, вот есть собаки лают, есть там воют, а это они плакали человеческими голосами. Они просто просили, забери меня, забери меня, спаси меня. Они грызли сетку. Собаки ведь понимают. Они предчувствуют свою смерть. Человек не предчувствует свою смерть, а собака предчувствует. Мы бросали им хлеб, они убивались за этим хлебом. Некоторые собаки уже не могли подняться, так и лежали там полуживые. Те, которые здоровее, они еще кидались, хватали этот хлеб. Если бы я могла, я бы забрала их всех оттуда. Или хотя бы открыла клетки и выпустила. Но я не могла этого сделать. Сторож ходил рядом. Ой, крик этих собак стоял у меня всю дорогу в ушах. Как оказалось, люди живут рядом со злом и не замечают его. И я разыскала Киевское городское общество защиты животных. Я знала, что такое существует. В общем, репутация была у этого общества самая ужасная. И мне говорили, да зачем тебе это общество? Ты лучше организуй новое общество. Это такое опозоренное. Ну, мне хотелось, чтобы в Киеве было свое городское общество защиты животных. Киевское городское общество Киевское городское общество Киевское городское общество Киевское городское общество Субтитры создавал DimaTorzok Животные не могут говорить, я иногда вспоминаю стихотворение Шевченко «Возволичу малых от их раби в нем их, я насторожи коло их поставлю слово». Поэтому мы должны за них говорить и мы должны везде кричать о том, что стыдно, стыдно человеку быть таким жестоким, стыдно человеку быть таким равнодушным, глядеть на эту жестокость. Эта земля дана не только человеку, эта земля дана и животным, и рыбам, и птицам, и насекомым, всему живому. Почему человек имеет право уничтожать этих животных, забирать их жизнь, калечить их, издеваться над ними? И чем больше мы будем об этом говорить, чем больше мы будем об этом кричать, потому что некоторые люди не хотят слышать. Знаете, можно слышать и не слышать, можно смотреть и не видеть. Поэтому чем больше в прессе, по телевидению, в газетах, чем больше об этом будут писать, тем больше мы разбудим в человеке человеческой. У них нет зависти, злобы, мести, неблагодарности. Они очень любвеобильные, очень благодарные и очень искренние. Такой искренности у людей не встретишь. Ни у кого, ни у кого, даже у самых близких людей. И тут такой искренности не встретишь. Вот оно все перед тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok